Каждый из нас в то или иное время испытывает то, что мы называем беспокойством. Мы опасаемся за сохранность денег в банке, тревожимся, что нас могут передать друзья, переживаем, что недостаточно образованны. Нас может беспокоить состояние здоровья, возраст или внешний вид. Когда человеку задают вопрос «Что вас заставляет испытывать беспокойство?», он почти всегда дает неправильный ответ. Он может сказать «Мне недостает любви окружающих» или «Мне не хватает нужной квалификации» и так далее. Другими словами, он оказал бы на какие-то внешние факторы, не давая себе отчетов в том, что чувство опасности вызывается ничем иным, как его собственным эмоциональным программированием. Тем, что он держит у себя в уме. Изменил он свою программу, и все его страхи и тревоги исчезнут в одночасье, несмотря на то, что в окружающем мире изменений не произойдет. Один испытывает тревогу, потому что у него нет денег в банке. Другой боится за свои миллионы. Все дело не в количестве денег в банке, а в умственных установках. У одного совсем нет друзей, но он чувствует любовь окружающих. У другого огромное количество друзей, но он чувствует себя одиноким. И вновь все дело в установках. Если нам хочется навсегда покончить со своей тревожностью, нужно тщательно изучить и осознать следующее. Во-первых, бесполезно пытаться побороть чувство опасности внешними изменениями. Усилия могут принести плоды, но чаще всего это ни к чему не приводит. Старания могут принести некоторое облегчение, но оно будет кратковременным. И так не стоит растрачивать свою энергию и время на то, чтобы улучшать свои физические кондиции, зарабатывать больше денег или добиваться гарантии любви от близких вам людей. Во-вторых, осознание вышесказанного придет туда, где возникла проблема – к голове. Подумаем о тех, кто находится в точно таком же положении, что и мы, и не испытывает абсолютно никаких волнений. Такие люди есть. Вот почему мы утверждаем, что проблема лежит не во внешнем мире, а во внутреннем программировании. В-третьих, нужно понимать, что нашу обусловленность создавали беспокойные люди. В детстве, когда мы были впечатлительными и неопытными, мы копировали их паническое поведение и реакции. Всякий раз, когда жизненные ситуации не соответствовали нашим установкам, мы испытывали эмоциональное беспокойство, именуемое тревожностью. И старались делать все возможное, чтобы изменить внешний мир, зарабатывая больше денег, находя более надежные гарантии, успокаивая и доставляя приятное тем, кого обидели, и так далее и тому подобное, лишь бы тревоги покинули нас. Простое осознание того, что этого совсем не нужно делать, что таким путем ничего не решишь, и что эмоциональное беспокойство вызывается только нами самими и нашим мировоззрением, одного этого будет достаточно, чтобы отделить себя от проблемы и получить огромное облегчение. В-четвертых, когда бы мы не чувствовали тревогу, вспомним следующее. Полгода или год назад мы тоже переживали о том, что может произойти в будущем. А когда оно пришло, мы со всем прекрасно справились. Так произошло именно благодаря энергии и силам, которые мы получили от того самого момента в настоящем, а не в результате волнений, принесших нам беспокойные страдания и подорвавших наше эмоциональное здоровье. Итак, скажите себе, если я могу что-нибудь сделать для своего будущего, то сделаю это прямо сейчас. Затем я перестану об этом тревожиться и буду наслаждаться настоящим. Мой предыдущий опыт показал мне, что я способен справиться с проблемами по мере их появления и не раньше. Настоящее всегда дает мне необходимые ресурсы и энергию, чтобы мне сопутствовал успех. Остатки тревожности исчезнут лишь тогда, когда мы достигнем блаженного состояния птиц небесных и лилий полевых, всегда живущих в настоящем, от мгновения к мгновению. Настоящее, каким бы болезненным оно ни было, не может быть нестерпимым. Нестерпимыми могут быть мысли о том, что произойдет через пять часов или пять дней, а также слова, которые мы постоянно о себе твердим. Это ужасно, это невыносимо, сколько это может продолжаться и так далее. Птицы цветы счастливее людей, потому что у них нет представления о будущем. У них нет слов в голове, они не размышляют о том, что о них подумают сородичи. Вот почему они прекрасно лицетворяют царство. Итак, не переживайте о будущем, оно само о себе позаботится. У нас достаточно проблем в повседневной жизни. Прежде всего нужно думать о Царстве Божьем, а остальное придет к нам само. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что смерти прежде всего боится тот, кто очень боится самой жизни? Задумывались ли вы о том, что, убегая от смерти, мы убегаем и от жизни? Представьте себе человека, живущего на чердаке, в маленькой убогой комнатушке, без света и вентиляции. Он боится спуститься вниз, потому что знает, что с лестницы можно упасть и сломать себе шею. Такой человек никогда бы не перешел улицу, ведь он слышал, что на дорогах гибнут тысячи пешеходов. И, конечно, если он не в состоянии перейти улицу, как он сможет пересечь океан или континент? Как он может перейти от одного мира идея к другому? Этот человек будет цепляться за свой дырявый чердак в надежде избежать смерти. Но поступая так, он одновременно избегает и жизни. Что такое смерть? Уход, исчезновение, освобождение, прощание. Когда цепляешься, то жертвуешь свободой, отказываешься простить, сопротивляешься смерти. И даже если ты не осознаешь этого, ты точно так же сопротивляешься жизни. Жизнь находится в постоянном движении, а ты застрял. Жизнь течет, а ты покрылся тиной. Жизнь гибка и свободна, а ты окостенел и застыл. Жизнь все уносит прочь, а ты стремишься к постоянству и стабильности. И так мы боимся жизни и смерти из-за своих привязанностей. Когда человек ни за что не цепляется, тогда он не боится утратить что-нибудь. Тогда он становится свободным, как горный поток. Всегда свежий, искрящейся энергии, всегда живой. Среди нас есть те, кто просто не в состоянии вынести мысль о смерти друга или родственника. Они предпочитают не думать об этом. Другой смертельно боится дать чему-то объективную оценку и порвать со своей любимой теорией, идеологией или верой. Есть и такие, кто совершенно уверены в том, что им просто не выжить без определенного человека, места или предмета. Хотите узнать степень своей костенелости и безжизненности? Она пропорциональна количеству страданий и боли, которые вы испытываете, потеряв заветную мечту, человека и вещь. Боль и горе выдают вашу привязанность. Разве не так? Почему вы страдаете от смерти любимого человека или потери друга? Вы просто никогда не задумывались над тем, что все в природе изменяется, проходит и умирает. И так смерть, утрата и разлука становятся для вас неожиданностью. Вы выбрали для проживания маленький чердак иллюзий, стремясь к тому, чтобы все оставалось по-старому и никогда не менялось. И когда жизнь беспощадно разметает этот уютный мирок, вам не избегнуть жестоких страданий. Чтобы жить, нужно смотреть реальности в лицо. И тогда вы перестанете бояться смерти. У вас появится вкус к новизне, изменениям и неопределенности. Если вы выбираете жизнь, предлагаем вам выполнить одно упражнение. Оно может показаться вам болезненным, но если вы справитесь, то познайте радость свободы. Ответьте, принесет ли вам потеря кого-нибудь или чего-нибудь горе и страдания. Возможно, вы принадлежите к тому кругу людей, которым претит сама мысль о смерти родителей, друга или любимого человека. Если это так, а именно этим измеряется привязанность, ваше дело плохо. Можно ли что-нибудь предпринять в данном случае? Всегда быть готовым к смерти, потере, разлуке с любимыми вещами и людьми. Вспомните каждого человека и каждую вещь в отдельности. Представьте, что они умерли, пропали, потеряны для вас навсегда. И с признательностью попрощайтесь с ними. Нужно поблагодарить и попрощаться с каждым. Вам будет больно, но вы прочувствуете, как исчезает привязанность. В сознании появится нечто новое. уединение, одиночество, которое будет расти и расти, становясь беспредельным, подобно простору небес. Это уединение и есть свобода. Это одиночество и есть жизнь. Отсутствие привязанности – это готовность наслаждаться, ощущать вкус, ревеять и проживать каждый миг жизни, которое постепенно становится таким блаженством. В ней больше нет места волнениям, стрессом и тревожности. В ней больше нет места страху потери и смерти, неотступно следующим за стремлением к постоянству и безопасности. Мы полагаем, что мир можно спасти, если проявлять больше доброй воли и терпимости. И это не так. Мир спасут не доброй воли и терпимость, а ясное мышление. Какой толк от терпимости, если вы убеждены в своей правоте, а всех, кто с вами правым. Это уже не терпимость, а снисходительность. И приводит это не к единению и сердец, а к разделению. Вы правы, а другие нет. В такой ситуации вы будете чувствовать превосходство над другими. У окружающих это вызовет негодование, а значит, между вами продолжится конфронтация. Истинная терпимость вырастает из четкого осознавания каждому из нас, колоссального невежества в том, что касается истины. Истина – это необъяснимая тайна. Ум способен ощутить ее, но не способен понять и еще меньше сформулировать. вера может указать на нее, но не может выразить ее словами. Несмотря на это, люди страстно говорят о важности диалога, который в худшем случае является закамуфлированным стремлением убедить других в правильности своей позиции, а в лучшем поможет не превратиться в колодезную лягушку, полагающую, что в мире существует ее колодец и только он. Представьте, что лягушки из разных колодцев собрались на конференцию для обмена мнениями и опытом. Горизонт их познаний расширится и теперь, помимо своего собственного, будет включать в себя информацию и о других колодцах. Но и в этом случае у них не будет ни малейшего представления о существовании океана истины, ведь его невозможно уместить в границах концептуальных колодцев. Наши бедные лягушки по-прежнему остаются разобщенными и дискутируют в терминах «моё-твое», «твой опыт», «твои убеждения», «твоя» и «моя» идеология. Обмен мнениями не обогащает память собеседников, ибо мнения подобно стенам колодца разобщают и только безграничный океан объединяет. Для того, чтобы достичь этого океана истины, неограниченного лозунгами и доктринами, необходимо обладать ясным мышлением. Что такое ясное мышление и каким образом можно развить его у себя? Развитие ясности мышления не требует долгой упорной учебы. Задача настолько проста, что с ней справится десятилетний ребенок. Для этого нужно не учиться, а разучиваться. Нужен не талант, а смелость. Для облегчения понимания нужно представить себе маленького ребенка в руках уродливой няни. ребенок еще слишком мал, чтобы перенимать предрассудки взрослых. Когда он прижимается к груди няни, то руководствуется не шаблонами в голове, вроде «это белая женщина, негритянка, уродливая, симпатичная, молодая, мама, служанка» и так далее. Ребенок реагирует не на подобные штампы, а на саму реальность. Женщина отвечает на потребность ребенка в любви, и ребенок отвечает на эту реальность, а не на имя женщины, ее фигуру, расу, принадлежность какой-нибудь религии или секте. Все это не имеет для него абсолютно никакого значения. У ребенка еще не появились предрассудки и убеждения. Именно в такой атмосфере и может появиться ясное мышление. Для того, чтобы его достичь, нужно отказаться от старых знаний и обрести у младенца, у которого нет ни прошлого опыта, ни программирования, мешающего нам видеть истинное положение вещей. Вспомните свое поведение. вспомните, как вы реагируете на идеи и ситуации. И вы с ужасом обнаружите, что за таким отношением прячется предвзятость. По существу мы никогда не реагируем на реального человека или предмет. Вместо этого мы реагируем на принципы, идеологию, мировоззрение человека, его экономическую, политическую и экиозную ориентацию в психологические установки. Мы руководствуемся предвзятым мнением, которое может быть и позитивным, и негативным. Возьмите в отдельности каждого человека предмет или ситуацию и постарайтесь обнаружить вашу тенденциозность, которая отделяет реальность от запрограммированных предубеждений и проекций ума. С помощью подобной техники познаются такие божественные откровения, какие можно найти только в святых писаниях. Предрассудки и убеждения не единственные враги ясного мышления. Есть еще пара врагов, именуемых желанием и страхом. Мышление не отравлено эмоциями, а именно желанием, страхом и эгоизмом, вызывает к аскетизму, который многих ужасает. Люди ошибочно полагают, что процесс мышления происходит у них в голове. На самом же деле он происходит в сердце, которое вначале делает определенный вывод, а затем дает команду в голове найти аргументацию для его защиты. Вот вам еще один источник Божественного Откровения. Исследуйте некоторые свои выводы и обратите внимание, как Сибирюбе исковеркало их. Это касается любого вывода, если неизменно его придерживаться. Подумайте, как крепко вы держитесь за своем заключении в отношении людей, например. Не зависят ли эти суждения от эмоций? Если вы считаете, что не зависят, значит вы недостаточно глубоко провели анализ. Именно в этом и заключаются основные противоречия и конфликты между государствами и людьми. Твои интересы не совпадают с моими, поэтому твои мысли и выводы противоречат моим. Скольких людей вы знаете, чьи мысли хоть иногда противоречили их эгоистическим интересам? Сколько подобных случаев происходило с вами самими? Сколько раз вам удавалось подставить непреодоримый заслон между мыслями в голове и страхами и желаниями, терзавшими сердце? Всякий раз, пробуя выполнить это упражнение, вы будете обнаруживать, что ясное мышление не нуждается в интеллекте. этого достичь нетрудно, иное дело набраться решимости, чтобы покончить с желаниями и страхами. Как только мы начинаем чего-то желать или бояться, сознательно или подсознательно, наше сердце становится помехой мышлению. Просветленные люди говорят, что для поиска истины нужны не догмы и готовые рецепты, а сердце, способное подавить программирование и эгоистические интересы всякий раз, когда включается мышление. Сердце, которому нечего оберегать и не к чему стремиться. И тогда ум в своих поисках истины будет раскованным, свободным и бесстрашным. Сердце, готовое принять новую точку зрения и изменить свое собственно. Такое сердце станет факелом рассеивающей мрак всего человечества. Будь такое сердце у каждого гражданина Земли, мы перестали бы считать себя коммунистами или капиталистами, христианами, буддистами или мусульманами. Ясное мышление убедит нас, что любые концепции, мнения, суждения, любая вера – это перегоревшие лампочки, доказательства нашего неведения. Осознав это, мы почувствуем, что стены наших индивидуальных колодцев рушатся и что их накроет океан, объединяющий все народы в истине. Рано или поздно, но в каждом человеческом сердце возникает стремление к праведности, духовности, Богу. Называйте это как хотите. Мистики говорят, что божественное окружает нас со всех сторон, что оно рядом и может наполнить жизнь смыслом, сделать ее прекрасной и богатой. Остается лишь обнаружить эту божественность. Люди слабо представляют, о чем в действительности идет речь. Они перечитывают книги, консультируются с гуру, стараются понять, что нужно сделать, чтобы заполучить эту неловимую праведность или духовность. Люди берут на вооружение различные техники, методы, духовные упражнения, формулы. После многих лет бесплодных поисков они теряют энтузиазм, опускают руки и хотят знать, почему у них ничего не получилось. Как правило, они упрекают в этом самих себя. Если бы они практиковались более регулярно, были более целеустремленными или усердными, то, возможно, достигли бы успеха. Но чего бы они добились конкретно? У них нет четкого представления о той святости, которую они ищут. Тем не менее, они точно знают, что в их жизни все еще много путаницы, что они по-прежнему не знают покоя, боятся, тревожатся, презирают и не прощают, что у них немало притязаний и себелюбия, что они манипулируют людьми. И вот они вновь энергично принимаются за решение новой задачи, думая, что таким способом достигнут поставленной цели. Людям некогда остановиться и задуматься о том, что их усилия ни к чему не приведут. Своими стараниями они только ухудшат ситуацию. Это все равно, что огонь тушить бензином. Усилие не способствует духовному росту. Старание, какой бы форму оно ни принимало, будь то сила воли, привычка, техника или духовное упражнение, не приводит к изменениям. В лучшем случае напряжение вызывает угнетенность и прячет корни болезни. Усилие может изменить поведение, но не может изменить человека. Только подумайте, какого рода ментальность обнаруживает себя, когда вы спрашиваете, что я должен сделать, чтобы достичь праведности? Разве это не напоминает вопрос, сколько я должен заплатить за это, какие жертвы я должен принести, какое учение мне лучше взять за сном? Какую медитацию я должен практиковать, чтобы достичь успеха? Представьте себе мужчину, который в попытке завоевать любовь женщины старается улучшить свой внешний вид, занимается культуризмом, меняет свое поведение и применяет разные техники, лишь бы очаровать ее. В действительности, чтобы завоевать любовь окружающих, важно не практиковать техники, а быть личностью определенного типа, а этого никогда не достичь посредством усилий техник. То же самое относится и к духовности и к праведности. Не все, что ты делаешь, принесет то, о чем мечтаешь. Духовность не товар, который можно купить, не приз, который можно выиграть. здесь важно, кем ты являешься, кем становишься. Святость это не достижение, это милость, именуемое пробуждением, милость, именуемое видением, наблюдением, пониманием. Если вы зажгли светосознание и наблюдаете за собой, за окружающим миром в течение всего дня, если вы видите свое отражение в зеркале осознанности, так, как видите свое лицо в обычном зеркале, четко, без помех, таким, какой оно есть в действительности, без искажений и прекрас, если вы видите свое отражение без критических замечаний и осуждения, то почувствуете удивительные изменения. Однако эти изменения нельзя контролировать, планировать их загодя или решать, как и когда им произойти. лишь беспристрастная осознанность сама исцеляет, изменяет и способствует духовному росту человека. Но это происходит в свое время и своим путем. Что конкретно необходимо осознавать? Свои реакции, взаимоотношения с людьми и миром. Находясь в присутствии человека, а и может быть кто угодно, или на природе, или в определенной ситуации, вы испытываете самые разные эмоции, и позитивные, и негативные. Изучайте свои реакции, определите, что именно их вызывает и когда это происходит. При этом вы должны избегать любых нравоучительных нотаций, чувства вины и даже каких-то пожеланий и малейшего усилия изменить эти эмоции. Вот и все, что нужно тому, кто ищет просветление. Но разве осознанность сама по себе не является усилием? Нет. Ощутив ее вкус хотя бы один раз, вы поняли бы, что осознанность это восторг, с каким маленький ребенок с удивлением открывает для себя мир. И даже когда осознанность обнажит ваши внутренние недостатки, она всегда несет освобождение и радость. И тогда узнаешь, что неосознанная жизнь не стоит того, чтобы ее проживать. В ней слишком много тьмы и боли. Не форсируйте наступление осознанности, если поначалу все продвигается медленно. Иначе вам не избежать усилий. Нужно просто осознавать этот застой без какого-либо недовольства или осуждения. Тогда понимаешь, что осознанность потребует от вас столько же усилий, сколько от влюбленного пойти на свидание с возлюбленным, от голодного съесть пищу, от альпиниста взобраться на вожделенную вершину. Потрачено немалой энергии и даже преодолены немалые трудности. Но все это не стало пыткой, это сплошное удовольствие. Другими словами, осознанность это действие без усилий. Принесет ли осознанность пробуждение, о котором мы так мечтаем? И да, и нет. Дело в том, что об этом никогда не узнаешь, ибо просветление с помощью усилия и подавления достичь невозможно. Оно себя не осознает. Мы никогда не узнаем, что стали просветленными. Более того, нас это совершенно не будет интересовать. Когда живешь от мгновения к мгновению, когда благодаря осознанности жизнь становится полной смысла, счастья и ясности, пропадает само желание обрести просветление. Достаточно оставаться внимательным и пробужденным. Именно в таком состоянии наши глаза смогут увидеть Спасителя. Ничто более, абсолютно ничто, ни безопасность, ни любовь, ни имущество, ни красота, ни власть, ни святость, не будет иметь никакого значения. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok